С Матадор Акперов. 23 года на Рафаминск. Мастер спорта по боксу. Непредсказуемый боец, который собирается учинить настоящий погром в октагоне и уронить своего соперника вместе со всеми его ожиданиями. Выйдем, зарубимся, покажем яркий бой и желаю меньше травм. Приглашаем Усмана Кассира Гаталова. 25 лет. Москва. Мастер спорта по вольной борьбе. Кандидат мастера спорта по Панкартиону. Брутальный вид Усмана полностью соответствует сражениям, которые он закатывает в октагоне. Ой, неплохо. Хорошие попадания в линии. С правой руки. Класс именно травм. Ух ты, как жестко пробивает. И сегодня Кассир намерен выписать своему оппоненту серию сокрушительных ударов и чек на поход к врачу. Бой я жду бонус, а остальное я все там делаю. Не нарушайте правила. Слушайте мои команды. Все время себя защищайте. Пожали руки. Удачи. Путешой рубятся. Они всегда вот просто хрен с ней с этой техникой. Просто погнали, устроим месиво. И вот как раз таки Усман Гаталов очень любит показывать именно такие противостояния. А в тяжелый весовой это все еще интереснее. И вот мы уже видим на первых секундах этого раунда. Ну вы заметили то, что в красном углу находится чемпион Саид. Весит 93 килограмма по ММА. Это оттого интереснее поединок. Потому что по бумагам, да, бокс ближе кулачки. Но как показывает практика, не всегда это споставляется с реальностью. Да, как показывает практика, как раз таки борцы за счет своей техники, которой более технически обычные боксеры просто не привыкли, не могут приспособиться. Как раз таки эти корявые размашистые удары очень часто доходят до цели и удивляют базовых боксеров. Опа, сейчас хорошо. Опа, что за рука. Да, отчитывает нокдаун рефери Усмана. Он наткнулся на такой очень плотный апперкот. Показывает сейчас, что все с ним в порядке. Но вот интересно, на самом деле до конца ли в порядке, потому что неприятный этот удар. И агрессивно дальше. Да, Матодор пытается доработать. Сейчас, наверное, Усмана все-таки нужно поклинчевать, может быть, немножко. Идет в обратную, в обратную атаку. Опа, развивает успех. Кстати, вот в пользу случаем хотелось бы испекнуть брусу. Очень немногие могут установить себя от таких добиванников, а соперник уже вот так падает или касается третьей точкой опоры. Что случилось? Дравну. Походу, что-то случилось. Необходимо сейчас отсчитывает еще один нокдаун рефери. Усман показывает, что все в порядке, опять же. Но, видимо, там и рассечение вроде. Главное, чтобы не челюсть. Я вот об этом обеспокоился. Старается так в очень яркой манере доработать Усман. И также очень радует меня этот момент, что оказывается соперник на канвасе, но не добивают его. Это просто выдалось за последние секунды, но все равно беспокоюсь я. Да. За Усмана очень сильно надо беспокоиться. Пускай врач осмотрит его. Да, Эльбрус забирает этот отрезок, здесь никаких вопросов не может. Да, два нокдаула. Дерну, дверь, дерну, дверь, Усмана. Пожалуйста, дергайте, пожалуйста. Чуть-чуть водички, чуть-чуть водички. Его надо восстановить, не разговаривать. Ох ты, ох ты, ох ты. Вот сейчас спокойно просыпайся и начинать воду сыток. Успевай, успевай на встречу. Все правильно делаешь, молодец, молодец. Все четко. Могу выигрываешь. Ты же видишь, он пару раз упал от того, что ты вышел. Передней ручкой не забывай, передней ручкой, понял? Передней ручкой не забывай. Передней ручкой не забывай. Пониже бей в грудь. Прыжайся так, чтобы они тебя не сталкивают. Повнимательнее, повнимательнее. Вот этот правый не давай. Дернул, он бьет и потом атакуешь, понял? Сам с левой. Он правый апперкот провалился, ты с левой засаживаешь, понял? Пойм! Да, вот теперь поехали. Борьба пошла. Но опять же на уважительном таком тоне. Ой, вот этот линейк же. Просто. Что они делают? Стоп, команда. Давай, давай, давай. Борис Курсо тоже что-то не так. Да, да, да. Я немного не понял, что сейчас у него произошло. Летит. Вот такая мощь заготовок в нос. Рассечения видим уже. Ой, сколько сыпать готовок-то начинает во втором раунде. Вот они разговоры о досрочном совершении, к которому он явно стремится. И снизу клинча дорабатывает при этом всегда Усмар. Смотрите, с корпуса сейчас если уйдет на пол. Вот это очень-очень страшные такие падения. Я прям поскользнулся, надеюсь, без травм. Это, конечно, стремно, когда такие моменты появляются. Какая самая мокрая поверхность, о которой я пленал в начале. Как бы это не она была камнем предновения в этой ситуации. Таймэн. Файк. Но продолжается поединок, я думаю, что ничего не помешает. Хорошо. Вот это Каталов. И продолжает. Вот это каша. Мне кажется, слепую он уже отстреливался здесь. Как будто немножечко обескуражен Эльбрус таким напором кассира. Очень... Вот ты об этом, наверное, даже здесь говорил. Ой, как раз-таки попадает Усман. Очень тяжело сейчас приходится Эльбрусу. Ой-ой-ой. Нет-нет-нет, это отыгрывает Эльбрусу. Это позицию. Но там попадание было такое смачное. Просто смотрите на их лица. Тяжелый вес что-то еще добавит. Каждый удар дарит на новые впечатления. Снизу Эльбрус. Последние секунды второго раунда. Ой, ловит свинцу. Баталова. Стоп! Так, Реша. Боже мой, вот это тоже за что любят хардкор. Этот раунд забирает Усман. Но этого совсем недостаточно, чтобы по итогам судейских записок забрать поединок. Поэтому сейчас нужно Гаталову просто дикий перформанс выкатывать в третьем раунде. И в целом ощущение, как будто он на это очень даже способен. Так два балла отыграть, по сути, нужно. И все реально. Ну, забрать раунд с нокдауном. С 10-8, да. Совершенно верно. Вот сейчас отлично. Вот так, отлично. Так же. Вдох. Жди, жди. Жди, встречай снизу. Жестко встретил, потом двигайся. Картину портишь. Все нормально, 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 нормально. Слышишь, встречай снизу. Не давай толкнись он, толкнись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Заключительный раунд. Понял, собрано. Соберись немного. Две минуты. Две минуты. Давай. Ну, быстрее. Бей и сразу ключи. Бей и сразу ключи. Бей ключ. И из ключа корпус. Из ключа корпус много раз мог бить. Я, кстати, сейчас, исходя из второго раунда, в это могу поверить вполне себе. Все, начинается третья рубка. Молодец. Ой, ой, ой. Снизу пробивается. Хорошо. И вот включается обратно. Мне кажется, подглавил его и спалил. Просто кто кого перерубит. Начало третьего раунда. А вы говорили, борцы не могут драться. Когда мы это говорили? Мы говорили, наоборот, борцы могут. Усман, конечно, просто на несгибаемом характере прет вперед, отстреливает. Цель брус. И очень волевой раунд получается. Обоюдно апперкоты. Сил не так много и у одного, и у второго. Устали, подустали. Видно? Готовы пусть под ломит. О, сейчас уже шатается Усман. Нужно ключевать ему, чтобы спастись. Асир пошел так немножко... Стоп, команда, стоп. Отпускай его. Сейчас же могут от усталости падать бойцы, на самом деле. Стоп, стоп! Все. Технический нокаут в исполнении Эльбруса Матадора Ак-1. Совсем обессиленный Усман-кассир Гаталов. Столько он оставил. Просто и ударов, и здоровья, и функционалов. Отойдите, отойдите, дайте кислорода. Отойдите. Тимур, там врачи, все в порядке. Да, ну просто все подходят. Уйдите, пожалуйста, кислорода надо бойцу. Как самочеты? Нормально. Слышишь нас Усман? Усман, Усман. Усман, Усман. Так, несите щит. Лежи, 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 лежи. Сейчас врачи окажут помощь, все нормально. Давай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Матсу. Все, все, встань, встань. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Техническим нокаутом победу одерживает боец из синего угла Эльбрус Акперов по прозвищу Matador